В Ниньском округе участились случаи кражи велосипедов, детских колясок и самокатов. Как защитить свое имущество, расскажет моя коллега Наталья Дуркина. С наступлением теплой погоды открывается сезон велосипедов и самокатов. Как показывает практика, в весенние и летние периоды времени на территории округа увеличивается число краж данного вида транспорта. Чтобы не угнали, нужно загонять в квартиру. А я ничем не пользуюсь, просто оставляю подъезд на своем этаже. Простенько. Один раз воровали, но это было с первого этажа. А так, типа, да не особо. Типа велосипед такой, найти легко. Но город еще небольшой. А так противогонки же их тоже сломать легко. Поэтому лучше всего в квартиру загонять. Дома я его оставляю на балконе, либо у себя в комнате. Типа чищу, либо разбираю, чтобы он много места не занимал. Да я также оставляю. Просто в подъезде. Ну, как бы, чем выше занесешь, тем меньше вероятность того, что его сопрут. Даже если его сопрут, то город маленький, сразу понятно, где он будет. Противогонка – это не проблема для тех, кому он нужен. Чаще всего кражи происходят из подъездов жилых домов, школьных и дошкольных учреждений, а также из территории, прилегающей к магазинам и учреждениям на территории региона. Хищение велосипедов, самокатов, детских колясок и другого подобного транспорта происходит большей частью открытым доступом из-за халатности владельцев. Стражи порядка рекомендуют владельцам не оставлять велосипеды, коляски, самокаты без присмотра на длительное время, как в подъездах домов, так и на улицах, около магазинов и в других общественных местах. Родителям, законным представителям необходимо проводить с детьми профилактические беседы, направленные на разъяснение правил сохранности имущества на специальное противогонное оборудование, мер безопасности при управлении детским транспортом с соблюдением правил дорожного движения, а также об ответственности за взятие чужих вещей без разрешения владельцев. Чтобы избежать подобных ситуаций, необходимо позаботиться о месте хранения транспорта. Всегда оставляйте велосипед или самокат в доме или квартире. Никогда не пристегивайте велосипед за съемные детали. Даже без колеса или седла транспорт является неплохим трофеем для велоугонщика. Если вы часто оставляете свой байк вне жилого помещения, закажите крепеж с уникальными ключами.